кто вы будете откуда он антонов из реки вот хотел с вами побеседовать хорошо у нас все записывается выставляется в интернет вы не против слава богу вы не против нет конечно слушаю говорите вот мне вопрос сперва хотел бы задать я володе если можно задать володе где он чем-то черпает свою мудрость от кого берет кроме библии вот задайте ему вопрос володя здравствуй мира где мудрости вы черпаете у господа а еще у кого тому кому господь дал мудрости володя и согласен а еще у кого мудрости вы черпаете жизненную мудрость берете у кого у нас танников наших а именно и начал тихоныча вот молодец вот это и да вот я и хотел это услышать еще и гнатий тихонович ну никита мне кажется он не ответит на это вопрос или ответит володя я хотел узнать вот я где-то вычитал в интернете дворкин жалуется чтобы всю кровь у него выпили спать не может еще вот такой вопрос главный ну не самый главный у меня записано и на тихий вот православный крест косая перекладина что обозначает какая шестая косая не православная косая перекладина но большая посередине вверху это руки раскинуты были а нижняя нижняя это условно условно показывает что правая сторона спасительный оттуда смотреть то пока половина показываться то руки христа были как весы взвешивали два разбойника были куда понимается вот и показывает этот спасена этот пошел в ад и там вас никакой перекладины там не было нет вот и надетесь нет все мучает этот вопрос вот это нижняя перекладина чем вниз показывает направление это ват а вверх в рай так выходит сталин в аду а ленин в раю почему ленин и сталин решили то разбойники покаявшимся и разбойники не покаявшимся это сталины ленина не совершенно ни при чем здесь зачем тогда говорит гитлер и геринг можем что угодно это речь идет о людях всех которые покаялись подобно разбойнику которые когда причащаются так и говорят это означает рука показывать вверх это образно ничего этого не было ну вот так принято считать что было может быть что-то под ногами было на самом деле привязаны там прибитые были всего а вот я где-то вычитал не помню что вот показывает там рай табак а там рай ну так и есть ну покаялся разбойник это рай показано поперечено к верху а тот не покаялся смеялся пошел в ад я вам объясняю ну правильно тогда выходит ленин в раю на земле ленин то при чем тут непонятно ленин какое отношение имеет он покаяния никакого не принес это изберг рода человеческого на его совести разрушенная страна погубленное царское семейство интеллигенция дворянство офицерство священство это демон был сатана в образе человека он страшнее гитлера во много раз ясно ясно мне кажется совсем наоборот но мы вы спросили я ответил вопрос закрыт я же не у нас не положено спорить нет конечно на пожаре тут что за вопрос так еще сквозняк у никиты его можно исправить но надо одеть шубу шапку и валенки тогда сквозняка не будет и при беседе и при беседе он будет помнить дело покажет да вот я хочу приехать к вам билет купить можно нет нельзя почему несколько причин мы не знаем какая цель тем более зима категорически запрещается встречать никто не будет на станции ни одного строения нету поезд приезжает в 12 ночи идти некуда степь то есть на верную смерть и зачем их кому кто примет незнакомого человека никто у нас устав есть такой я у я у церкви там посплю но даже где летом приедете вас сразу спросишь травы зачем проверить документы накормят и отправят понятно вот еще один такой вопрос существует ли православной церкви как это сказать фанатизм что фанатизм 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 сонатизм фанатизм ну слово фанатик надо разобрать что такое это человек готовы умереть за идею за то чему он служит фанатос происхождение слова как экстремизм человек доводящий до совершенства любое дело а из него из этого слова сделали пугающее фанатик человек готовы умереть но такого слова библии нету и мы его не употребляем она сегодня потребляется как ругательное а все православие с первого века она устроилась на фанатизме как вера надежда любовь умирали их терзали мучили возьми только мясо положено жертвенник видовские выходи свободной 20000 сгорело мы ни один не выдан не сделал этого житье святого анфима некомедийского 16 сентября да я запишу да запишите 16 сентября житье святых анфим некомедийский это по новому стилю фактически у него была община 32000 и ни один не отошел ни один предлагалось просто по руку в протяни возьми готовое мясо положено жертву не кидалов и можешь идти домой ни один не вышел все сгорели а вы приснился мне сон знаете какой что приснился ему сон сон приснился да нет сны не надо нам по делу спросите что-то я не хочу слышать хорошо так вы говорите 32 строка все записал вам там не холодно да нет ну потеряем кида нет мы в городе мы уже приехали в барнауле находимся только что пришли с вечерние с богослужения подождите где-то мне пропал еще был один вопрос вы спасали кушаете посоль да куда а вот мне кто-то спросил один где был иисус 18 до 33 трех лет я говорю я не знаю с 18 до 33 лет ну в капернауме который он природился вифлееме из египта вернулся в назарет а потом семейство их переселилась капернаум понятно так ну что и гнастя сихович приятно познакомиться хотелось и он новому сумму приезжать большой привет вот дай бог вам здоровья и никита удержите но мне кажется он у вас долго не пробудет если вы его не оденете по теплому он у вас долго не проводит он одет по теплому у него полушубок есть шапка меховая валенки он не замерзает у него все есть но ему что-то не хватает не хватает не хватает значит не нужно а если нужно то господь подаст ну на бога на небо надейся сам не плашай правильно так у вас вопрос какой-то есть который вам спасибо вы про никиту про меня все отвлеченное для вас что-то нужно узнать от меня спасение вашей души нет не нужно а вот тогда разговор окончу мы говорим для того как в этой жизни определить себя чтобы вечности не оказаться без христа это я знаю спасибо вам больше вопросов у вас нету ну володя хотелось бы не все вы ко мне пришли вы задали вопрос больше не надо спасибо его хорошего с богом выключайтесь вот возьми чем связано что хотел сказать непонятно фасоль я ем или не ем нам из фасоли котлеты даже подарили вот я сейчас буду думать а вот ел или не ел христос такие-то одни то есть совершенно отвлечено а душе человек ни одно слово не задал но что на это сказать непонятно искушение какое-то а что проберет вопросы какие поперечина у меня главный вопрос поперечина внизу поперечина на кресте внизу главное это что таких вопросов никто не задавал то есть нету праздные вопросы если только это не насмешка ну пусть господь ему откроет и больше разговаривать и тенящим антон антонов он сказал из латвии вроде бы из риги из риги это столица латвии хороший народ латыши но то ли на русский но все на этом по славу боже